Что может означать этот репост? Весть о загадочном объявлении быстро обветела 45-ю школу Северной железной дороги. Напрасно некоторые считали, что головоломки детская забава. Трудно догадаться. А вот эти смехнули. Речь идет о том, что каждый отряд может принять участие в игре «Путешествие в завтра». Один отправится в межпланетные путешествия, другие превратят тундру в цветущий сад, третьи покорят энергию Солнца. А первая звено пятого класса решила познакомиться с тем, что произойдет у нас в стране в ближайшие годы. Пионеры пришли в Министерство электростанций к академику Винтеру. Здесь их уже ждали. Здравствуйте. Находите. Просаживайтесь. Александр Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, о будущем Большой Волги. Это я вам расскажу. А вы что знаете о Волге? Волга берет свое начало в ближайшее озеро Селезе на Волгарской возвышенности и впадает в Каспийское море. Еще что? На Волге построено много электростанций. Нет, Волга – самая крупная река в Европе. Ребята, я вам коротко хочу рассказать относительно электрификации нашей Родины. На каждой реке может быть построено несколько станций. В таком случае, все эти гидростанции получают название «Каскада». Одним из образцов такого каскада является наша Волга. На Волге построены сейчас следующие гидроэлектрические станции. Щербаковская, Угличская, Горьковская. Будет строиться Чебоксарская станция. Строится сейчас и заканчивается постройкой Куйбышевская станция, Сталинградская гидростанция. Между ними Саратовская находится, которая в этом году будет начата постройкой. И затем еще последняя ступень – это будет Балаковская станция. В общей сумме весь каскад будет иметь установленную мощность около 8-8,5 миллионов километров. Академик Ленцев рассказал пионерам еще много интересного о строительстве большой Волги.